Есть только 7 секунд, чтобы надеть противогаз. От этого зависит жизнь в чрезвычайных ситуациях. И именно этому учат школьников в первую очередь на уроках ОБЖ. Во всех армиях мира противогаз считается самым надежным средством защиты от оружия массового поражения, делятся специалисты из МЧС. Желательно надеть его как можно быстрее, для того, чтобы пары отравляющих веществ не попали в органы дыхания. Для этого эти временные показатели и установлены. На открытом уроке в 29-й школе Самары детям напомнили и о правилах безопасного обращения с электрическими приборами. А все желающие смогли примерить защитный костюм Эль-1. Он предназначен для защиты от радиоактивной пыли и химического воздействия на человека. Это интересно тем, что больше познаешь в этом мире. Рассказывают новые какие-то интересные темы. Очень познавательны для нас. Мы сидим, слушаем, все во внимании. Ученикам не только показали способы защиты, но и рассказали об истории создания гражданской обороны. На сегодняшний день система гражданской обороны приобрала государственные значения. Проводятся занятия постоянно, создаются музеи и воспитывается молодое поколение. Открытый урок с представителями из МЧС прошел в 29-й школе не случайно. В этом году общеобразовательному учреждению присвоили имя легендарного пожарного Анатолия Карпова. Он отдал профессии более 40 лет. Принимал участие в тушении крупнейших пожаров в области. Среди них пожар в Новокуйбышевске, когда горели пропановые цистерны на железнодорожных путях. Мэри Илчан, Григорий Плешаков. События.